МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...сегодня отрабатываются объекты, которые остались. Всего, по нашим данным, и данным поступившим в контакт-центр города Ульяновска, 93, кровли, на которых есть угроза схождения снежных масс, либо находятся сосульки. В кабинете от этой работы не укрыться, да никто и не пытается, ведь угроза падения льда слишком серьезная. Могут погибнуть люди, и тогда для ответственных лиц наступит уголовная ответственность. Возникающие протечки из-под кровли из-за образовавшейся наледи – тоже головная боль для коммунальщиков, ведь ремонт должны будут оплатить они. Повреждение имущества вследствие протечек, то есть ситуация, в которой мы и Гафурова совсем, да, хотя она отклоняется от общих, скажем так, некоторых критериев, управляющая организация на тот момент должна среагировать в любом случае. И правило предписывает, что в течение труднее они обязаны заактировать данную ситуацию, среагировать. Если этого не происходит, советуем жителям обратиться в 05 или 737-911 по телефону горячей линии. Однако, если устранение внутриквартирных последствий весны еще только предстоит оценить, с внешними борются. Мы проехались по городу еще раз и нашли подтверждение словам городских чиновников. Сазульки сбивают, причем не только в Ульяновске. По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, в период начала активного таяния снега, активизированная работа по очистке кровель многоквартирных жилых домов. Работа эта проводится на постоянной основе. Сотрудники департамента жилищной политики выезжают с проверками по всем муниципальным образованиям. Особо проблемные точки, как, например, дом на нижней террасе по адресу улица Шиферов, дом 10, тут же очищаются. Правда, погода практически любыми своими проявлениями создает проблемы. К сожалению, погода нас не очень радует в этом плане. Часто переходы через ноль способствуют образованию сосулек. Поэтому практически каждый день работает вышка. Работа выполняется специализированными работниками, промышленными альпинистами. Техника безопасности соблюдается неукоснительно. Тем не менее, опасность остается. Не всегда понятно, насколько крепко держится лед на крыше и не сойдет ли ледяная лавина прямо на корзину с человеком от неверного удара по сосульке. Поэтому нужна максимальная освещенность. Февральские и мартовские оттепели и снегопады не дают отдохнуть городским коммунальщикам. В ежедневном режиме они сбивают сосульки, угрожающие жизни горожан. Однако сосульки вырастают заново. Работа ведется практически весь световой день. С 9 утра и до 5 часов вечера. Работа над одной кровлей может занять от одного до нескольких часов. Зачастую, чтобы машина с корзиной смогла бы войти во двор, его вначале приходится вычистить от снега. Оббиваются все сосульки по периметру, даже там, где они не угрожают ничьей жизни. Но они могут расколотить окно или наружную часть подоконника. Прогноз погоды пока против коммунальщиков. Поэтому битва с сосульками продолжается. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова